Гаврила Иванова и Баларина Сергея Познавра опубликованы, я решил перепечатать их по первым их публикациям. Два стеотворения Павловска, я по совету Бориса Бензинского, спасибо, издатели ее воспоминали, издатели специалисты вообще по сиропионовым братьям, я решил взять ее два стеотворения из берлинского алмонаха. Осталось только на примеру. Второй рассказ у Севолона Иванова «Хлеб». Рассказ под этим названием никогда не причатался в архиве писателя, такого рассказа нету, но я предполагаю, я решил, что «Хлеб» это рассказ, который под названием «Влага» был опубликован в 1922 году. Ну, тут комментарии объясняют, почему я так решил. Ну, его тема именно «Хлеб». Слово «Хлеб» повторяется много раз. И в нем идет речь именно о революционно-христианском пути, слова названные в списке. Другого такого произведения нет в раннем творчестве Севолона Иванова. Ну, значит, тут нет рассказа «Влага» с таким названием. То есть, тут нет рассказа «Хлеб», а рассказ «Влага». Но я, как я сказал, я уверен, что это именно один и тот же рассказ. Но я считаю, что уроженный алмонак 21-й, несомненно, более значительный, чем петербургский и берлинский алмонак. Интересно, что вот этот и первый алмонак, который вышел тут в 1922 году весной, никогда не было перепечатано. Сегодня я узнал, что есть, ну, это 10 лет тому назад, или когда печатали 100 экземпляров. Но это типично, потому что он довольно слабый. Это было видно точно по рецепции, как критики относились к петроградскому спорту. Но писатели вообще более интересны, чем свои тексты. Они были немножко разочарованы, ожидали больше от группы. Но, если бы вот у этих критиков, тогда вот этот сборник был в руках. Они поняли, что вот это крупный писатель. Вот этот сборник более представительный в том смысле, что в нем участвуют все изначальные члены группы. Даже Николай Чуковский, он называет себя «радищик», «радищик». Николай Чуковский, он через полгода, через год, он уже не был братом нигде, братом. Хотя Слонимский называет его младшим братом, вот, церапил новым братом свои воспоминания. Но он в очень короткое время участвовал в деятельности. Тут тоже Виктор Чуковский, который, как сказать, формально не был членом группы. Интересно, вот, если бы книга тогда вышла, может быть, они соединились поплотнее, как группа. И если бы уже был Шловский, он за пионку брать, Чуковский, может быть, и не остались больше такими. По-моему, тут тоже хорошая равновесия между разными жанрами. Там мы сделали творения, поэмы, баллады, ну и рассказы, повесть Никитина и пьеса «Вне законной улицы». Если бы Алмана вышел, как планировали, в 21-м году, он мигом сделал бы с «Рапилов и братьев» самую значительную русскую писательскую группу того времени. Его выпуск был бы тогда литературной сенсацией. Но я считаю, что и сегодня вот эта запозналая публикация – какая-то сенсация. Теперь у нас полное представление о «Рапилов и братьеве», об их поэтике, об их общей платформе, так сказать. Все произведения, по-моему, сильные, хорош, хорошо выбраны. Тут есть и традиционный реализм, но и попытки обновляют литературу в духе русского аваргарда. Это, прежде всего, это именно Каверия. Общее… Это всегда была проблема, когда говорят «Рапилов и братьев», что какая была программа, что соединило. Я бы сказал, что общее – это их разность, многосторонность. Каждый писал по-своему, они давали друг другу возможность работать самостоятельно. Вот это – плорализм, это типичный для них. Самое ценное, самое интересное, что стал «Монако» в 21-м году, это, может быть, раньше не опубликованное, неизвестное произведение. Жалко, конечно, что тут нет нового рассказа Зоши, но рассказ «Рываны люди» Слонимского, баллада «Коммунисты» Владимира Познера, поэма «Гола» Николая Чуковского и рассказ «Бунт Лунца». Я бы сказал, что последний «Бунт Лунца» – самый сенсационный текст «Романаха». Не так давно уже, по-моему, два, что уже опубликовали в России полное собрание произведений «Лунца». А вот еще один рассказ, о котором никто не знал. В архиве Лунца в Америке его нет, Лунц его не упоминает, нигде. А вот вдруг навели его самый лучший рассказ. Первый раз печатается. Там анархически настроенная толпа бунтует против советской власти. Большевики, поражение большевиков может только привести к новой вольне террора. Главный герой тот – это Петр Валия Пышев, председатель Савдепа. Он стоит там в главе большевиков, но он уже не видит никакого смысла в событиях. В рассказе «Революция» видится как восстание против Бога. Но вообще не удивительно то, что авторы этих названных текстов решили их потом не опубликовать. Не потому что они слабые, но потому что они, ну, можно сказать, в каком-то смысле антисоветские. Вот Слонимский, он впоследствии своих интересных воспоминаний, он объяснил исходную точку своих соревновых братьев, как некий заказ времени. Он так, в слове он писал, так. Объединяли нас, родившая эпоха, отчаянная любовь к литературе, стремление, ломая инерцию до революционной электристики, выразить в словах все испытанное и виданное в годы войны и революции. Почти все произведения тут о монахах, они отражают хаос того времени, точнее, именно вот этого года, 1925 года. Не случайно Боргий предлагал это название. И не случайно, что вот тут советские хотели его изменить. Повторяющиеся мотивы этих произведений – это ненаверие, предательство, жестокость, насилие, стрелы, голод, смерть. Я бы сказал тоже, что алманах отрицает заявление Зарапионов об их нейтралности по отношению к ждущим вопросам времени. Тут вспоминаются слова Горького, если посмотреть поверхность, контрреволюционный сборник, но это хорошо, это очень хорошо. Он имел в виду, что хорошо не только наличие среди молодых писателей крупных талантов, но и вот их готовность и смелость правдиво писаться в современной жизни. В предисловии Горького, написанное коротко до его отъезда на Запад, его предисловие начинается так – «Жить в России трудно. Русская революция создала очень тяжелую быть». Правда, он обвиняет врагов революции, в задавшей кошмарной ситуации, но он тоже обвиняет русского народного характера. А все это, по-моему, видно в этих произведениях. Ну ладно, вот финны, конечно, медлительные люди, и Зарапионам пришлось долго ждать появления своего монаха 90 лет. Сказав это, надо все-таки отдать дань осторожности владелцам библиона, их не в охоте пойти на риск. Во-первых, когда они получили этот материал, все эти имена, конечно, им ничего не сказали. Мало даже, наверное, в Петербране мало кто знал, что это за люди. Они не смогли больше чего предвидеть. Во-вторых, если бы издали тогда, в осеннем 21-м году, мал-монах Фельгенсин Форси, это было, конечно, культурным делом, но одновременно экономическая катастрофа. Уже по цензурным соображениям мал-монах не впустили бы на советский рынок. Это мне не ясно. Когда они послали свои опыта Фельгенсин, что они считали, что все-таки можно потом продавать книгу в Советской России, или это уже был шаг, что только для эмигрантов. Нет ответа на этот вопрос. Да, вот цензура. Вспомним, что было с публикацией Петруградского алмонарка Сарапионов в 22-м году. Тогда Солонимский написал горькому и жаловался, что его рассказ «Дикий» и рассказ Солонимского был сильно урезан, пишет. А рассказ «Коль» Никитина был вообще выкинут. А если будет вот этот, то что осталось бы? Не случайно, что пьеса незаконно не печатала в Советском Союзе, что Лунц предпочитал навсегда похоронить свой рассказ «Бунт» Солонимский, свой «Рогвардный». Рассказ «Кладнолюди» и Николай Чуковский поздно свои баллады. Сошенко и Никитину пришлось переработать свои произведения до того, как их можно наконец запечатать на родину. И тогда, в 21-м году, конечно, продавать алмонах, напечатанных в Финляндии, в книжном магазине миграции не получилось бы. Финские цены, как я сказал, были слишком высоки для Берлина и Парижа. И кроме того, неизвестные зарубежные братья вряд ли смогли бы вызвать большой интерес в русском зарубежье. И, в конечном счете, алмонах и братья вряд ли пришлось ждать своего момента. Наконец, книга появилась. Хорошо. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, или какие-нибудь, или родители, или родители, или с удовольствием, или все вместе с поступшими, а по-настоящему ответить в следующий раз, по-настоящему ответить. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что все серопионы здесь представлены. Но здесь нет одного серопиона. Нет Илья Александровича Груздева. И же тем, как по плану Голькова, и не все жанны представлены серопионовские, по плану Голькова здесь должны быть две статьи. Одна статья Шуковского и одна статья Груздева. Ваши поиски не попадали с их текстами? Нет, нет. В том списке, который Вы видели, там уже их нет. И в разговорах, и письмах не упоминаешь. И тоже Надежда Павловича названа, но... Она не была права вообще. Да, понятно. Только гости. Да. И конечно... В Грузии он никогда не желал, потому что они были слишком близких связок. Ага. Но он потом в Берлинском монахе участвует. Да. Тут, конечно, тоже нет Николая Тихонова, но он заделился по поводу. Спасибо. У нас... Конечно, есть... А честно, что вдруг... Есть еще какие-то... Нет, какие-то... бумаги... Ну, как если... В Финляндии есть интересы к этим авторам и к их произведениям? Или это только для русских изданий? Для кого предназначена эта работа? Ну, у нас в Финляндии нет леса, да, но, конечно, на Западе вообще есть много специалистов. Уже в 60-е были. Первая книга. Это был первый. Продолжение следует... И... Скажем вам... Библионс... Много... Мир России... Скажите, если я правильно понял, издательство Библион было основано людьми, составлявшими там коллектив издательства Шилц, да? И про Шилц вы сказали, что это издательство шведскоязычных финнов. Откуда у них интерес был к русской литературе? Ну, главная фигура тут был Ян Бардал. Он был журналист, но он знал хорошо, знал русский язык, потому что он, по-моему, родился там на перешейке, и там он знал русский язык, хорошо говорили, и стал рано переводить русскую литературу на шведский язык. Он уже в 10-е годы. Это он создал, это Ян Бардал создал это издательство. И, наверное, думаю, что... Зачем? Наверное, вот контакт с Куприной, который полгода жил тогда, в Фельсике и у Куприна были свои новые рассказы, хотели печатать, да. И потом вдова Леонида Андреева тоже был в контакте с Ян Бардалом. И они собирались издавать, собрали за чинение Андреева, много, много тамов. И, да, и, например, на дневник Сатаны был сразу переведен на шведский язык, и Шилд, там издатель Шилд опубликовал книгу, перевод. Но интересно то, что вот Ян Бардал, который стоял в главе издательства Библиона, крупный специалист по русской литературе. Ну, конечно, и ему эти фамилии неизвестны тогда. Но он умер только в 60-е годы. Всю свою жизнь переводил русскую литературу. И странно, что он никогда не вспомнил, а что это будет со другом, если тогда в 21-м году вдруг там кое-что ценное. Почему он не вернулся и смотрел? Нет, это... Он, например, переводчик Романа Вайна. Может быть, классики, Тургенев много. Может быть, да, вот новую русскую литературу, советскую ставлю. Но ему не так интересно. Но вот эти люди вот там, они потеряли сразу весь интерес. Вот я покажу для того, чтобы оценили достоинство этой книги, и как выглядел Петербургский Альман. Вы сравните. Это 22-й год, это Баршовка, и вот эта книжка. Тоже сейчас издали. Это было очень скромное здание, вот это Петроградское. Да, Петроградское. Было очень скромное здание, да. Тираж маленький. Тираж и сейчас в России, говорим, камаз, луна, луна. Ну, если бы, конечно, если бы, а, монах, тогда он нашел буфель, сеньки, а на объеме... То есть он и по объему еще раз в 4 больше, да? Это правда. Это, наверное, тоже влияло на решение Библиона не пойти на риск, потому что с 400 страниц, можно представить себе, сколько, какая цена, потом книжный магазин. Это, тут, что, ну, какие страницы, наверное, это было слишком много. Наверное, мне было, откровенно говоря, досадно, что, например, Никитин, так распространялся, вот его повесть, в сравнении с другими, может быть, слишком, слишком длинное. Ну, все, он ответил его, Николай. Это, конечно, пьеса, Лунца, и вот эта повесть Никитина, из них, конечно, книга такая большая. Скажите, пожалуйста, попадут ли экземпляры этой книги в хельсинские библиотеки? Купичскую библиотеку, в которой пользуются некоторые роскоязычные иммигранты, или в библиотеку университета? Купичскую библиотеку университета. Что ж, эта книжка попадет в библиотеку хельсинга? Конечно. Это не научное издание, это такое полу научное. Конечно, было очень интересно сравнивать. Те тексты, которые были напечатаны, тот в 21-м, 2-м, 3-м, 4-м году, можно сравнивать. И я тут комментарии немножко-немножко об этом пишу. Если там большие различия, то сказано в комментариях. И тут можно тоже, конечно, обратить внимание, как писатели работали, как сами редактировали свои тексты, вычеркнули. Иногда результат был более осторожным. может быть, они все-таки решили, что вдруг книга выйдет все-таки в России, поэтому, не знаю. Например, вне закона там напечатана книга, которая тогда вышла в Берлине, там это всегда восстание. А вот тут революция. Он сам решил, что может быть не революция. вне закона. Кто-то, если ваш тайнер. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо, дорогие друзья, что пришли. Сейчас какое-то более неформальное общение, возможно. И мы просто поздравляем и и экспонина Хеллмана, и издастей «Лимус пресса», «Фонтанный дом», и вообще всех любителей русскословесности, с тем, что эта книга вышла. Мне кажется, большое событие, и очень неожиданное и приятное. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо.